хелга с вами шамики и мы продолжим проводить группа называем far cry 3 я тут шел короче убил псин собаки козуры и вон я иду до миссии это козур козуры я не знаю сколько мне туда бежать но чувствую долго 300 метров блин а главной скорости не было да а давайте тогда с вами вот что сделаем прокачаюсь я сейчас во первых не сначала посмотрю что можно создать создание предметов и из этого ничего так они патроник может создать изготовить буйволы как раз шкура тигра большой патроник нужно золотого тигра убить вау но это специальный но мне лучше гранаты иметь с собой молотовы да я не юзы но тогда меня будут находить быстрее усиление чувства это у нас было стимулятор какой-то нам еще кажется добавили зверобой так ладно изготовить 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 все 5 хилок теперь мне нужно прокачать навыки 7 штук тире 8 вау окей здесь у меня что есть это я по любому тут открывать первая помощь 3 ячейки хил целебность но и будут восстанавливать следующее количество ячейки здоровья а целебность подожди а это тогда что а это первая помощь я вкачал вот черт но здесь мне я прокачаю эту херь принципе ладно окей 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 хил готово следующее вкачаю вот эту хер по пауку у меня что бесшумность вкачаю да и все такого тут тоже ничего нету два раза листвы ладно а это давайте татушки посмотрим а то как-то вкачал вкачал а посмотреть не посмотрел ну вот это я не знаю почему еще полностью не вкачалась здесь что-то ладно поехали целый три минуту же пошло на то чтобы прокачаться скажу то когда без записи там так игра так замечательно идет то есть я вот так делаю и она знаете нету целого такой эффекта что будто потеря кадров там идеально плавно но я не знаю почему у меня не может мой процессор вытянуть нормальную картинку ну как бы вот игра есть да вот на 1000 full hd а идеально вот это движение плавности этого нету и честно вот мне вот все это очень сильно обижает так сохранится до сохранить очень сильно обижает хотя компьютеры ну как бы у меня стоит сейчас видеокарта g gtx у новой часа ну-ка я посмотрю gtx 1050 вылезть 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 так таймер запущен надо найти удобную позицию до того как его вы еще гоните за минуту блять на меня это хуйня на полу я ж не знал давай 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 быстрее минута 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 как я туда доеду за минуту ладно шансы есть тихо я швать проводитель с дороги так-так-так-так-так-так фух все удобно быть где же оливер нету оливера подожду оливера а вот и оливер главное чтоб на меня это херни напала ухты шпять машин шесть врагов уже здесь один сзади моей спины так это главная цель которая должен когнать до не трогайте его а это оливер зря вы это сейчас делаете зря-зря-зря зря-зря нельзя дать оли сесть на полет и оли давай да ё-моё перезаряжайся раз два блин почему ты не побежал давай-давай-давай есть готово тихо где-где да ё-моё оливер тихо жди оливер живи а я только так ясненько все все тихо 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 оливер живи оли прыгай в катер тихо тихо а еще один выстрел был черт вот оливер ща 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 оливер хорошо что я вкачал теперь я могу полностью прокат хилиться от одной штуки нет спасибо что спас ну здорово-здорово сваливаем отсюда быстрее давай я за пулемет если пулемет где а ты мой меньше то бедероба Тихо-тихо. Ой-ой-ой. Хорошо, что хилки сделал. Уходи отсюда, прочь. Так. Так. Все. Все, мы ушли. Ох ты ж, е-мое. Готово, готово, готово. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо, все хорошо, Оливер. Просто ездим и останавливаемся. Фух. Получилось. А знаешь, что не получилось? Таймер был не запущен. Они всерьез взялись за отца. Он едва не отдал им кучу денег. Оли, вас все равно продали бы в рабство, даже с выкупом. А нет, Таймер шел все еще время. Значит, все нормально. Не знаю, как я смогу жить. Я тебя знаю, Оли. Ты сильнее, чем думаешь. Пошли, у меня есть, где тебя спрятать. На снайперке вот этот прицел прикольный. Ну, там очень много лишней информации. Именно размеры вот этих. Я нашел Оливера. Э, девчонки, как я рад вас видеть. Я рада, что ты цел. Меня накрыло, как птицу над горячей плантацией. А что это за место? Ну и крепкая травка. Никто не хочет донуть, пока я ее не притушил. Я хочу. Эй, погодите немного. Тут просто рай. Джейсон, подойди, когда будет минутка. У меня есть кое-что. Мне тоже нужно кое-что показать. Идем. Привет. Я ставлю крест для Гранта. Спасибо. У меня не было времени. Нужно поговорить. Поговорим. Только не сейчас. Нужно найти Райля. Если с ним что-нибудь случится. Я скучаю. По тебе. А ты ходишь со всем этим оружием. Весь в этих странах татуировку. Я не говорю, что тебе не нужно их спасать. Просто я волнуюсь. Ты изменился. Лиза, не бойся. Впервые я полностью управляю своей жизнью. Я знаю, ты прав. Мы так много над этим работали. И еще тебя ждет работа в студии. Я помогала Стиву. Я не хочу говорить о твоих бывших сейчас. Это мой путь. И я сам должен найти его. Ладно. Поняла. Ты устал. Можем встретиться позже. Я люблю тебя. Хотя в видосике в 60 показывают нормально. Теперь иди. А то я снова тебя задержу. Спасите Оливера. Лучше найти остальных. Так, а куда идти? Влюбленная парочка ушла. Эй. Чем занимаешься? Оливер Карсвелл. А ваш очень богатый друг Оливер Карсвелл. Его отец предприниматель. Оливер несколько раз арестовали за употребление наркотиков. И однажды за торговлю. Так, создание предметов. Спринтер. Спринтер. Беги и плавание быстрее в течение короткого отрезка времени за счет выброса адреналина. Ммм, такое. Это такое себе. Навыки новые. Есть что-то? Нет. Зато у меня есть три штучки. Очка опыта. Окей. Чел, как дела? Эй, спасибо за защиту. Это место вообще выносит мозг. Если не возражаешь, пойду забью косяк. Увидимся. Увидимся. Почему? Таймер. Сейчас, подождите, я сделаю таймер. Пауза, продолжить. Так, окей. Курить плохо. Курить, ребята, плохо. Так, к этой я подходил. Как у тебя дела? Эй. Бухты. Красиво. Да, нужно еще немного доработать. Ну, совсем чуть-чуть. Спасибо тебе за это. Ты там делаешь то же самое. Эй, можно глупый вопрос? Ты ведь в этом году победила на чемпионате по плаванию, так? Да, 400 метров. И каково это, быть победителем? Не потом, на подиуме, а в воде, когда ты касаешься бортика. Незабываемое чувство. Как будто весь мир, это я. Правда? Никогда не думал, что смогу кого-нибудь убить. В первый раз все казалось неправильно. И это хорошо, верно? А теперь я чувствую себя победителем. Немножко едем головой. Ты в порядке? Я так не думаю. Да. Так, следующее у нас. Ого, тут новый препарат у нас уже. Эм. Бэкстепы в прошлое. Да. Навыки убийства сверху позволяют вам прыгнуть сверху на одного или двух врагов под вами. И убить их обоих. Я найду их! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Найдите в клубе Райля. Райля. Ого, мне разрешили вниз пойти. Классный клуб, там два американца начали разборки в сортире. Дубые американцы, долю. Йоу. Сюда нельзя. Это я понял. Кто-то я не реклосит. Туристы. Может, это они Райли и Китти? Их где они тогда? А где Райли? Я помню, он бейсболку кузырьком назад наделал. Музыка прикольная. Ускоряется. Топляйте, отойдите. Райли. Нашел. Диджей Рейден. Дуб. Джейсон. А мысед останешься? Ну да. Эй, брата моего не видел? Кепки? Ага. Да, в стартир пошел с твоим другом. Ты скажи ему, тут девочки дорогие. Черт. Спасибо, увидимся. Платить за девка. Эй, поцеловал, плати. Она меня за задницу лапала. Мое мнение. Пусть сама платит. Доллары. А то хана. Да не буду я платить. Черт. Друг, не заводись. Ладно? Райли, заткнись и принеси мне пиво. Ты как не мужик. Что? Эй, достынь. Вернемся внутрь. Эй, бездрак, ты обещал. Как скажешь. На других наезжайте, ребята. Эй, здоровяк пусть платит. Отвали, мудила. Думаешь, ты лучше нас? Да, а что? Это наш район, не твой. Опасно ходишь в баран. Еще посмотрим. Зато мы увидели следующее, кого мы должны спасти. Мда. Где я на этот раз очнулся? О, на корабле. Давай, вставай, Джейсон. Пошли посмотрим, можно ли еще съесть таблетку. Если нет, тогда я отправляемся в путь. Сейчас будет 20 минут. Ага, все, с ней говорить не могу. Покиньте пещеру. Нет, не могу. Все, погнали тогда отсюда, с пещеры. Так, все. Навык падальщик. Позволяет вам убить врага, а затем спрятать его тело. Фигня. Потому что я тела не прячу. Я их сразу убиваю издалека. Эх. Вылисты? Тейсон, я нашел твоего друга, Китаренси. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Вак. Вак. Вака-вака-вака-вака-вака. Сейчас все сделаем. Так, боеприпасы. Принятие, окей. Карты. Нового нету. Ничего нету. Так, орудия. Ой-ой-ой-ой. Я не собираюсь ничего такого здесь покупать. Хотя у меня уже скоро деньги. Фу, будут. Блин. Даже не знаю. Почему мне не дают... Его зовут Бак. Он полный мудак. Полный мудак. Да-да-да-да. Как далеко нам ехать туда? Ух ты шьё. Но... У нас только 10 минут осталось. Поэтому давайте сделаем вот как. Первое. Я изменю все орудия, которые у меня сейчас есть. Потому что... Так. Пистолеты пошли. Так. Но это я всё читал, ведь так? Это я читал. Пистолеты-пулемёты. Экипировать. 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 Дроповики. Экипировать. Скорпион. 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 Поехали. у которого восточные европейские бандиты и в совершенстве овладели искусство беспорядочной стрельбы в сторону противника. Аж с 1969 года большинство ВЗ-61 на острове были проданы одним ливийским торговцам за красивые глаза. Причем в самом приятном смысле. Отдаешь пару глаз и получаешь пистолет-пулемет. Только не спрашивайте меня, зачем львицам понадобились глаза. ПМ-5. ПМ-5 один из самых известных пистолетов-пулеметов в мире. Благодарю участию в множествах кинобоевиков и немецких порнофильмов. Эти пистолеты-пулеметы немцев производства составляют на вооружении у многих военных и полицейских подразделений. Пока окончательно не устроили и не были заменены более новыми образцами. Сары МП-5 можно найти в самом... По всему миру. Или по всему острову. Так, все, да? Нет. З-93, вот это охерительная пушка. Но она как именно мощная. Идеальное орудие, если по-настоящему хочешь кого-нибудь убить. Пули из этой югославской винтовки под патрон. Под патрон. 50 БМГ. Можно убить терра... Теренозавра. Или разнести в клочья арбуз в России. Прикольно. Блин, я ж, кажется, на него поменял, да? А-2000. Это восточно-американское оружие расползлось по всему острову. Словно болгарская чума. Для любителей бесшумного... Убивать бесшумно. На этот М... На этот 9ММ пистолет-пулемет можно установить глушитель. Все А-2000 встречаются на острове. Из запасов, оставшихся после войны в Боснии. Так что остров вносит свой вклад во всеобщее разоружение. Так, все, да? Дикие животные. Буйволы. Рак-яд использует буйвол в качестве вьючных и верхних животных, употребляя его в пищу, молоко и мясо. Многие местные семьи придерживаются традиции и очень ценят буйвол в качестве преданного, так как они вечны. Возражение. Буйволы живут в 15 лет. Окей. Это было первое. Штурмовые винтовки. Поехали. Экипировать. 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 Снайперские винтовки. Экипировать. Так, это было. Новое что появилось? Нет. А хотя нет. А ну-ка. Нужно было в руки взять. Так, F1. F1 имеется компон... Компоновну. Булл Пап. Возволяющий ускоритель, автомат и улучшает управление огнем. Но делает его во Франции. А это значит, что работает этот автомат лишь тогда, когда сам того пожелает. Местный павильон... Местный полевой командир как-то нанял группу бывших бойцов. Иностранного легиона. А они привезли десятки ящиков F1. Со складов своего полка. Так, одно. МС-16. Модернизированная версия американской штурмовой винтовки в время войны во Вьетнаме. Сегодня такие винтовки и часть используются бойцами сил специального назначения и ударных в группы полиции. Которые просто не знают, на что еще потратить деньги. На острове МС-16 были доставлены по почте. Ей не за каждый ствол на острове стоит какая-нибудь мрачная история. Так. СВДшка. И это... Так. Эту проверную в боях советских полуавтоматическую снайперскую винтовку можно считать более точной и мощной версией АК-47. СВД отличное оружие, но на островах попадаются только дешевые китайские поделки. А это значит, что работать они будут хорошо, но с ними долго и отрабатываются специальные заработать. И отправляющие снится в его заработку. Так. Окей. Следующее. Так. Это у нас были пулеметы. Так. Раз. Экипировая 20. Грантометы. Экипировать раз. Экипировать два. Достает он медленно. Так. Ладно. Гранатометы были. Эсклюзивное орудие. Экипировать. 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 Расходный материал. А, я же броню могу купить, точняк. Броник. Принять. Купить. Так. Карты. У меня всё есть. Холодная орусия. Алузия. Алузия. Любимое оружие. Это я тоже не хочу покупать. Слишком дорогое для меня. Удовольствие. Горелка. Ракетница. Огнемёт. Так, вам. Поехали. У-100. Ручной пулемёт, сделавший в Сингапуре. Мало кто может представить себе Сингапур в качестве производителя оружия. Это фашисты запрещают проносить метроплоды дуриана. Но оказывается, что У-100 обладает замечательными характеристиками. Он очень лёг, точен и с ним легко управлять. Вот так вот. Ракетница. Это ракетница. Она же сигнальный пистолет. Но меньше всего вам захочется использовать ракетницу, чтобы вызвать помощь. Зачем привлекать к себе внимание? Впрочем, ракетница вполне может спасти вас, вашу жизнь, если выстрелить противника в лицо. Или в ногу. Помните? В стычке между ракетницей и чьей-нибудь ногой побеждает ракетница. Так, а горелку мне не дали, да? Всё. Так, значит... Что мы делаем? Штурмовые винтовки. Экипировать. Снайперские винтовки. Экипировать. Так, дробовики. Нет. Карты. Расходный материал. Нет. Эксклюзивное оружие. Лук. Экипировать. Так, дробовики. Так, экипировать. Блядь. Всё. А, есть! Да! Вот! Тю! А я их не экипировал. Эх, я глупенький. Стопэ, что за херь? Всё! А почему стопэ? Так, где дробовик, блядь мой? Почему он есть? А, установить. На оружие установлю максимум обвес. Пожалуйста, сначала снимите ненужное. В смысле? Только одну можно вешать? Вы чё, ебан? Ебабу? А, я понял вас. Нет, давайте тогда расширенный магазин. Нахер она вот мне всралась. Обвес два, можно только один. И... А как улучшить, слышите? Я такого не ожидал. А ну-ка, снайперская винтовка. Ну, здесь полностью... Штурмовые винтовки. Так. Лучше бы писалось, сколько здесь можно максимально патронов. Так, тут только два обвеса. Ё-моё. Карты любите! Так, холодное орудие. Карты. Эсклюзивное орудие. Херово получилось. А какое у меня ещё оружие? Снайперка. Ну, ладно. Давайте тогда на этом закончим. В следующей серии мы отправимся уже на миссию. Поэтому, если это за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok